Волосы, руки и лицо Волосы, руки и охлаждения не особо проявляются. Все индивидуально. Для одних пренебрежение элементарной защиты может пройти бесследно, а у других могут возникнуть неприятные последствия. Переохлаждение кожи вызывает различные заболевания, пересушенные в основном зимой всех. Поэтому нужно максимально питать свою кожу. То же самое могу сказать про кожу головы и насчет волос. Особенно девушкам это очень важно, потому что температуры минус 2 уже хватает, чтобы перехладить кожу головы. Если голову можно прикрыть шапкой, то перчатками зачастую зимой пользуются не все. Чаще всего у мужчин страдают руки от холода, трескается кожа, появляется зуд, покраснение. Чтобы этого избежать, необходимо воспользоваться самым простым средством и эффективным. Это детский крем. Если вы его используете, то мягкость кожи на руках вам 100% обеспечена. Не стоит забывать и о мужчинах с густой растительностью на лице. Структура волос на бороде и на голове отличается. На бороде они достаточно жестче и, соответственно, требуют более каких-то агрессивных защитных средств. Например, всякого рода бальзамы, либо какие-то специальные микстуры масла. Репейное масло, кокосовое масло, любые всякие природные масла, они непосредственно выполняют функции увлажнения, смазывания и все они нам в помощь. В общем, что я хотел бы рекомендовать мужчинам. Ни в коем случае не стесняйтесь пользоваться специальными средствами для укладки бороды, для укладки волос в холодный период времени. Во-первых, оно восстанавливает, а во-вторых, защищает от вредного воздействия. Ну и, как минимум, вы будете выглядеть опрятно и аккуратно. Иногда стоит прибегнуть к помощи специалистов, которые имеют в своем арсенале более концентрированные средства. Их имеют право применять только дипломированные врачи. Поэтому, прежде чем обратиться к косметологу, проверьте его диплом об образовании. Правильный уход за кожей в любое время года, в зимний период особенно, должен состоять из пяти этапов. Это снятие макияжа, умывание, тонизация, глубокое очищение, удаление роговевших чешуек кожи эпидермиса и увлажнение питания кожи. Некоторые представители сильного пола раньше стеснялись посещать косметологов. Мол, не мужское это дело, но прогресс не стоит на месте. И сейчас такая процедура пользуется популярностью не только у дам. Сейчас настолько косметология развита и ухаживают за собой все. Поэтому есть как инъекционные процедуры, допустим, перевитализация или мезотерапия инъекционная, так и уходовые, как крема, уходовые процедуры, пилинги, гамажи, скатки. Ходить к косметологу на процедуры или делать пилинги и маски дома – выбор ваш. Но в любом случае именно они помогут поддерживать кожу и волосы в хорошем состоянии. Александр Кононов, Алим Вилеев. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова